Ну что, у меня же вот тут должно высветиться же. Да? Шли по плану по соревнованиям, да? Краевые, дальневосточные. Если там что-то будет... Вот, все, у меня засветилось. Есть, да? Ну, сейчас пока будем смотреть, кто там присоединяется. Очень красиво, очень красиво. Все, вот пошли люди. Да, да. Все, можно потихонечку разговаривать. Добрый день, уважаемые спортсмены, тренеры. Сегодня мы проводим прямой эфир. Он нам необходим для того, чтобы познакомиться, кто меня знает, кто не знает. Хочу от вас услышать вопросы, которые вы зададите. И мы, исходя из ваших мнений, будем их использовать. Для развития федерации пауэрлифтинга Приморского края. Зовут меня Ковтунов Андрей Александрович. Как уже до этого я объяснял, что пауэрлифтингом я занимаюсь с 90-го года. Люблю этот вид спорта. Честно говоря, что в правлении хочу за время своего руководства федерации хочу внести достойный вклад в ее развитие, чтобы спортсменам было комфортно выступать на соревнованиях. Вообще с гордостью везде обсуждать то, что они являются ее членами. Гордо нести и развивать этот данный вид спорта. С большим удовольствием отвечу на все вопросы. Конечно, по возможности, в зависимости от вопросов, какие будут задаваться. Все возьму на карандаш. Все, что вы будете говорить, все однозначно не останется без ответа. Все вопросы, которые будут задаваться в руководстве федерации, я человек в самом направлении, в управлении общественной организацией, я человек новый. За плечами у меня руководство большими организациями. Сейчас в настоящий момент я тоже управленец. Я директор Центра спортивной подготовки города Владивостока. Имею опыт определенный. Поэтому жду от вас вопросы, на которые с удовольствием отвечу. Что касаемо календаря соревнований. На сегодняшний день нами подготовлена и направлена заявка на проведение чемпионата Приморского края и чемпионата Дальнего Востока. Передство Приморского края планируется на 1-4 октября. Базой для проведения будет ФОК города Артема. Но предварительные договоренности у нас уже есть. На сегодняшний день мы начинаем подготовку организационную для его проведения. Чемпионат Дальнего Востока у нас запланирован на 2-6 декабря. Тоже заявка направлена, также ФОК города Артема. Но параллельно мы сразу и рассматриваем проведение этих соревнований. Задавайте вопросы. Особенно мне интересны были бы вопросы с регионов, где у нас. Потому что город Владивосток, я повторюсь, может быть он более доступен, организован. Здесь попроще решаются вопросы, потому что и администрация здесь рядом, и министерство спорта. Нам на сегодняшний день одна из самых главных задач – это более популяризировать наш вид спорта, сделать его доступным, открытым. Чемпионат планируется среди взрослых. Передство будет в начале следующего года, под этим мы определимся. Задавайте вопросы. Особенно меня интересует развитие данного вида спорта в отдаленных территориях. Допустим, по примеру того же Дальнегорска, где очень-очень развит этот вид спорта. Достойные результаты на чемпионатах. Большое спасибо Сергею Анатольевичу Киму. Я с ним тоже близко знаком, Лапынину Владимиру, которые фанатично преданы данному виду спорта. Так, по жиму я сейчас запишу, по жиму лежа. Мы определимся и сообщим всем дополнительно. Так, ну вот сейчас мне тут подсказывают, что чемпионат по жиму планируется на 23-25 октября по календарю. Соответственно, мы возьмем сейчас этот вопрос на контроль по его проведению. И всем дополнительно разместим информацию. Что могу еще сказать. На сегодняшний день мы решаем вопрос о создании сайта Федерации, который будет нами подготовлен, и где будет выкладываться вся информация, которая касаема деятельности Федерации, календарей, проведения соревнований. Подготовка сайта у нас сейчас запланирована. Сейчас мы ведем переговоры с человеком, которым нам окажет помощь в его организации. То есть теперь у нас в ближайшее время у нас появится свой сайт, на котором все будет выкладываться. Все, что касаемо для... любая информация для спортсменов, про спортсменов, про чемпионов, про которых никто не знает, а должен про это знать. И там же также будут рекорды, результаты, будет активный сайт. Но это будет зависеть, конечно, и от вас, уважаемые спортсмены и тренеры, которые будут обсуждать на этом сайте все вопросы, касаемые работы Федерации. Поэтому давайте поактивнее. Очень хочется услышать, какие проблемы существуют в регионах. Я, допустим, могу сейчас сказать, что, в принципе, надо пытаться... Ну, если нужна будет наша какая-то административная помощь, потому что, вот, допустим, будучи сейчас в должности директора Центра спортивной подготовки, я в своем спортивном центре открыл направление пауэрлифтинг. Я приглашаю тренера, который будет у меня здесь работать уже завтра, буквально устраивав себе на работу. Поэтому, в принципе, в регионах, где в спортивных школах отсутствует направление пауэрлифтинг, обращайтесь к нам. Мы будем выезжать, разговаривать с директорами школ о введении данного направления. Это больших трудов не строят, просто необходимо желание. Особенно очень интересно было бы формирование тренерского состава. То есть, где-то есть тренеры, которые желали бы тренировать и вести, допустим, там, ну, назовем таким, секции, там, в направлении пауэрлифтинг. Обращайтесь, пишите на... Сейчас, вот, я говорю, у нас сейчас хорошо, сейчас появится сайт, на котором мы будем все это видеть. Мы максимально-максимально окажем вам помощь. Самое главное – это развитие, вовлечение новых спортсменов, ребят, которые будут заниматься в этих детских спортивных школах. Так, и мы, у нас есть такая идея, что мы в каждом регионе обозначим своего представителя, которому дадим определенные полномочия на представление нашей федерации в этих городах, и поселках, там, где есть возможность, там, тренироваться тяжелое, заниматься пауэрлифтингом. И для развития этого всего, я еще раз повторюсь, вы к нам обращаетесь, мы воспользуемся там ресурсом, который у нас есть, для того, чтобы эти направления открывались в этих спортивных школах. Представитель мы, вы можете сами там в регионе определить человека, представителя, которого мы наделим определенными полномочиями, который будет формировать там команды, направлять нам какие-то определенные документы необходимые, чтобы они, ну, там, для решения каких-то определенных вопросов, которые там возникают. Какие-то, мы можем, там, если есть необходимость, мы готовы выехать, встретиться с главами, встретиться там, говорю, опять же, с директорами спортивных комплексов и так далее, чтобы оказать в этом направлении помощь. Так, ну, если честно говоря, на сегодняшний день, допустим, вот у меня как в спортивную школу поступил документ, подписанный министром спорта, введение вот этих начала занятий будет поэтапным. Первый этап, это сейчас идет, это 25% наполняемости спортивных залов, второй этап будет уже, будут послабления, это до 50%. Но, честно говоря, пока информации о том, когда именно можно будет прямо, ну, более конкретно заниматься, нет. Но я так думаю, что согласно документам, которые поступают здесь, с Министерства спорта края, что, скорее всего, это, ну, не ранее августа. Вот, потому что я могу вам сказать информацию, ориентируясь на свой спортивный центр, да, на сегодняшний день пока разрешения мне на проведение занятий нет. У меня все тренерские составы находятся на удаленке, ну, и занятий не проводят. Ну, надеемся, что второй этап, это будут послабления, сейчас обозначат, как это будет происходить. Ну, я думаю, что это не раньше августа месяца. И, да, мы там, как бы, здесь правлением обсуждали момент. Мы сейчас предлагаем, ну, и решили, вернее, там, ну, и вам на обсуждение предлагаем, мы решили проводить наши все соревнования по пауэрлифтингу, где мы будем инициаторами, по принципу фестиваля, чтобы добавить зрелищности, добавить интереса к нашему виду спорта. Допустим, мне очень понравилось, я один раз выступал на «Золотом тигре» в Екатеринбурге, вот там это был пилотный проект, когда они начинали проводить это все фестивалем. Очень зрелищно, сыграет массу народа, который не только там может именно посмотреть и пауэрлифтинг, и все, но все равно, как бы, пауэрлифтинг не пройдет мимо. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с различными федерациями, где, допустим, на первенстве Приморского края в городе Артеме, мы решили провести это в качестве фестиваля, где этот фестиваль, организаторами фестиваля будем мы. Основной, конечно, вид спорта будет пауэрлифтинг. Там одновременно будут проводиться элитные бои по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу. То есть мы там эту всю организацию берем на себя. Но это, поймите, задача такая, чтобы прям привлечь внимание, чтобы они увидели, зрители пришли и увидели не только вот там какие-то боксерские поединки, соответственно, и сам пауэрлифтинг. Потому что на сегодняшний день информации о пауэрлифтинге очень мало. Поэтому мы сейчас принимаем решение проведения его в более широком формате. И считаем, что это даст нам больше аудитории, которая увидит наших спортсменов, сами соревнования по пауэрлифтингу. Не просто будут единичные визиты, а иногда люди придут целенаправленно. Ну и, соответственно, кто-то не занимался, увидит и придет в спортзал. То есть увидит саму красоту данного вида спорта. Вот поэтому мы направление этот вопрос обсуждали. Ну и решили, что популяризацию именно мы пойдем по пути. Потому что, ну, допустим, я еще раз скажу, что участвуя в соревнованиях в Екатеринбурге, именно сам принцип фестиваля был очень красочный и довольно-таки зрелищный. Да, сдвинули мы только проведение чемпионата Приморского края. Остальные соревнования пойдут по календарю, потому что, ну, как бы гарантируют, что с сентября месяц уже будет активно. Потому что на сегодняшний день, когда мы отправляли заявку в город Артем на проведение соревнований, уже очень-очень много федераций, именно начиная с сентября месяца, уже начинают восстанавливать свой календарь и отправлять заявки на проведение соревнований. То есть мы, ну, как бы уверены, что с сентября... То есть только чемпионат Приморского края смещен, все остальные соревнования пройдут по календарю. Поэтому спортсменам, как бы, уже можно, в принципе, готовиться к этим соревнованиям, чтобы принять в них участие, подойти на пике формы. Так, сейчас, секунду, до детей до 14 лет у нас что-то планируется в этом году еще? Следующий. Так, нет, ну вот сейчас мне подсказывает, что, допустим, я потому что еще немного, не совсем весь календарь увидел, в следующем году, но в этом году, скорее всего, этого не будет, до 14 лет, но на следующий год мы запланируем соревнования. И еще, пожалуйста, обращаясь к тренерскому составу регионов, просьба, вы на следующий год сформируйте, пожалуйста, календарь и нам сбросьте ваши соревнования, которые вы будете проводить там на Кубок города, на Кубок еще чего-то. Мы постараемся принять активное участие, по возможности приехать и принять участие и в награждении спортсменов, и ваши вопросы заодно решить, увидеть, что у вас там за проблема. То есть, поэтому просьба, вот вы будете формировать свой календарь на 2021 год, вот, пожалуйста, нам сбросьте, вы можете там, если у вас существует сейчас контакт с секретарем Федерации, с Кузьменкой Алексеем, я тоже потом размещу свою электронную почту, на которую вы тоже можете мне отправлять свои вопросы. Я открыт для вопросов и для их решений. Вообще проблем с этим не будет. Каждому, кто обратится, я гарантированно дам ответ, если это будет в моих силах, окажу помощь необходимую. То есть, мы сейчас, как бы, моя политика такая, мы разворачиваемся лицом к спортсменам и будем жить для спортсменов. И для того, чтобы у нас соревнования проходили более массовые, мы должны, моя очень огромная, великая просьба, давайте прекратим всякие интриги, все скандалы, потому что, понимаете, что, чтобы развивать общественную организацию, чтобы она жила достойно, мы должны стать одной большой командой. Только в команде мы сможем решать все проблемы. Если мы будем за спиной плести какие-то интриги, я думаю, что Федерация в ближайшее время просто перестанет существовать. Поэтому я всех призываю, прям давайте соберемся и будем все проблемы решать совместно. Все проблемы. Я говорю, не стесняйтесь, я размещу электронную почту, она звучит просто, кто запомнит так, это кавалерова собака Mail.ru, это моя электронная почта. Я вам говорю, что ни один вопрос не останется без ответа и ни одна проблема не останется без попытки ее решения. По вопросу по соревнованиям. Я вам там вначале сказал, что мы сейчас формируем сайт. Наш сайт IPF Приморского окрая. На этом сайте мы будем выкладывать все видео, которое будет снято на соревнованиях. Будут расписаны все спортсмены, все рекордсмены, которым будет приятно прочитать про себя и будет приятно другим прочитать про них, чтобы про них реально знали. Поэтому, да, на сегодняшний день мы активно занимаемся созданием сайта. И вся информация будет на нем. Видео соревнования мы сейчас планируем не только в формате фестиваля, сейчас мы будем решать вопрос с привлечением, чтобы все соревнования проходили с присутствием телевидения. Чтобы все снималось там и вы все могли увидеть, чтобы даже эти репортажи попадали на наши местные каналы, на ОТВ, где родители могут увидеть своих детей, которые устанавливают рекорды, покоряют какие-то огромные веса для них, какие бы ни там ни были. Что я вам еще говорю, что полная открытость, чем больше информации, тем больше людей узнает о нас и о существовании нашей Федерации. Так, еще вопросы. Жду вопросов. Рассказывать я могу много. У нас сейчас только что буквально до этого эфира прошло очередное заседание правления, на котором мы наметили очень много вопросов, которые нам надо будет решить. И чтобы первенство Приморского края не только не оказалось, что мы просто чемпионату Приморского края, прошу прощения, мы хотим подготовиться настолько достойно и устроить настоящий праздник, чтобы люди, которые приехали, и спортсмены, и зрители, и родители, и там друзья, могли увидеть настоящий праздник пауэрлифтинга, а не тихие соревнования. Так, здравствуйте. Возможно поддержка Федерации это проведение соревнований среди военных. Так, давайте мы над этим вопросом. Вопрос очень интересный и актуальный. Давайте мы, наверное, мы... Очень интересный вопрос, кстати, мы его ни разу, то есть это, я так понимаю, среди военных и силовиков. Очень интересное предложение. Мы будем, когда верстать календарь, этот вопрос обязательно включим и всех вас об этом известим на нашем сайте. Очень интересное предложение, конструктивное. Прямо с удовольствием его рассмотрим. Вот такого бы побольше. И интереснее было бы нам в этом направлении работать. Очень интересный вопрос даже. Мы даже как-то его ни разу не обсуждали, но очень интересно. Тем более, что Федерация же у нас официально зарегистрирована в реестрии в Министерство спорта. И чем мы отличаемся от альтернативных Федераций, которые имеют право на существование, ничего плохого не хочу говорить, сам в них выступал. Но наши награды поступают от Министра спорта. И поэтому это даже среди и у военных, и у силовиков, это для них будет бонусом в их карьере. Поэтому очень интересный вопрос. И обязательно, обязательно, сейчас примем. Будем, когда составлять календарь на 2021 год, этот вопрос обязательно включим в обсуждение. Так, что-то верно по пауэрлифтингу в этом вопросе. Нет, не выинтересовались. Да, соревнования. Нет, мы давайте тогда сделаем, посмотрим так. Мы сейчас посмотрим с календарем, включим его. Скорее всего, мое личное мнение, что можно провести и по пауэрлифтингу, и по сжиму лежа. Мы вернемся к этому вопросу. Сейчас мы просто это... Хорошо, что его задали. Нет, я вам еще раз говорю, альтернативные федерации имеют право на все эти проведения. Но я могу сказать, что, допустим, если взять военных и силовиков, то я вам могу с полной ответственностью обозначить, что мастер спорта IPF российский, он, значок, имеет больший вес, чем значок мастера спорта альтернативной федерации. Это я вам просто... То есть он, ну, можно сказать, и по значимости, наверное, на высшем. Не хочу никого обидеть, ни с каких альтернативных федераций, что раз они проводят, мы тоже этот вопрос проводим, его, я так понимаю, просто никогда не рассматривали. Обязательно мы рассмотрим, обязательно в календаре появятся эти соревнования. Это я вам говорю с полной ответственностью. так, по альтернативе. По альтернативе там. Но существуют определенные правила. Давайте я на этот вопрос сейчас пока вам ответить не готов. По участию, я так понимаю, это вопрос по участию спортсменов IPF в других федерациях, в альтернативных. Здесь определенная политика Федерации Российской России. Мы не можем не придерживаться ее. Но момент в том, что альтернативные федерации в наших соревнованиях в первенстве Приморского края имеют право участвовать. Мы здесь никаких запретов не видим. Ну а дальше, как чемпионат Дальнего Востока, все-таки здесь я вам скажу однозначно, есть политика Федерации по алифтингу Российской Федерации. И поэтому мы как бы через нее перешагнуть не можем. Здесь вопрос однозначный. Просто я так понимаю, вот вопрос вот вам сразу тоже я задаю вопрос. В чем момент участия? Вы участвуете все в альтернативных федерациях по какой причине? Потому что есть недостаточность соревнований нашей Федерации. Если вопрос только в этом, потому что допустим многие считают, что 4 соревнования для человека это мало. Хочется выступать больше. И этот вопрос мы тоже сейчас рассматриваем по увеличению количества соревнований, по увеличению, по расширению календаря. Просто вы мне, если уж на тот вопрос пошел, объясните причину вашего участия в альтернативных федерациях. В чем? Просто потому что спортсмен хочет соревноваться. Прекрасно вас понимаю. Сам был в этой ситуации. Но если дело только в этом, то я думаю, что мы рассмотрим вопрос по увеличению количества проводимых нами соревнований. Единственное, что нам нужно немножко иметь понимание по их финансированию. Поэтому в принципе увеличить количество проведенных турниров большой проблемы в этом я не вижу. Нет, я понимаю эти соревнования. Я не хочу не унижать значок мастер спорта в другой федерации и значок мастер спорта в ИПФ. Все это поднимает спортсмен. Это заслуга. Он тренировался большие килограммы. Прошу прощения, если меня кто-то неправильно понял. нет, ИПФ среди военных соревнований не проводило. Говорю, давайте, мы вас услышали и мы прям я вам даже скажу, что я бывший сотрудник МВД, поэтому мы даже наверное эти соревнования согласуем с силовиками, с военными, чтобы это было выглядело как бы более официально. Но говорю вам вопрос этот очень интересный и мы его рассмотрим. Так, вопрос по проведению соревнований среди студентов. Это такой же адресный вопрос, как и вопрос среди военных и силовиков. Рассмотрим. Вопрос по студентам тоже рассмотрим. Я говорю, мы будем верстать календарь. Вот когда наступит вот этот момент, когда мы будем календарь, вот тогда мы еще раз с вами, но мы еще неоднократно увидимся в прямом эфире. Мы с вами, мы хотим услышать ваше мнение и при составлении календаря примем это все во внимание. Согласен, что студентов много, юниоров много, студенты там тоже хотят участвовать. Рассмотрим. Тоже вопрос актуальный. Давайте мы к этому вопросу вернемся. Мы когда будем формировать проект календаря на 2021 год, этот проект будет размещен на сайте федерации и тогда мы сможем от вас услышать ваше мнение дополнение либо то есть мы сейчас будем все постараемся решать все совместно. То есть самая главная наша задача это увеличить популярность вида спорта и я только за проведение соревнований вот честно слово здесь вообще вопрос какой-то интересный я здесь не популяризирую Путин наш президент российской федерации мы в свое время когда-то выбирали давайте не будем политизировать эту ситуацию просто это мой кабинет служебный я в нем веду с вами прямой эфир допустим обсуждать кто плохой а кто хороший и заниматься политиканством я не хочу поэтому как бы я не член партии Единая Россия поэтому не переживайте если это кого-то беспокоит хотя информативно все должны были знать что в какой партии я могу состоять к сожалению либо нет я не член партии Единая Россия вопросы могут быть любые я готов отвечать на любые вопросы поэтому не стесняйтесь задавать а пользуясь ситуацией ну что вот я сейчас прямом эфире хочу поздравить Кима Сергея Анатольевича Владимира Лапынина а также спортсменов которые решили вступить в федерацию просто просто очень рад а здесь мы тоже приняли такое решение что все-таки каждый спортсмен у нас будет иметь удостоверение члена федерации все эти удостоверения будут как как только мы их подготовим кому-то будут тренера адресно направлены то есть мое мнение что человек имея такой документ должен понимать что он состоит федерации и несет какую-то ответственность находясь в ней не ну как бы как вам сказать вузы не культивируют данный вид спорта как пауэрлифтинг и жимлежа я могу признать что это просчеты федерации что нас не видят в вузах не видят там не видят там это один из минусов который сейчас можно просто нашей федерации просто как бы объявить или как сказать что это просчеты в управлении федерации поэтому это будет все исправляться то что там вузы и ректора каких-то там учебных заведений не видят пауэрлифтинг как вид спорта это абсолютно неправильно так по вопросу включения пауэрлифтинга в перечень базовых видов спорта в Приморском крае Сергей Анатольевич ну как бы по поводу базового вида спорта как бы вот допустим есть такое понимание сейчас не базовые виды спорта а опорные виды спорта вот допустим у меня открыть направление пауэрлифтинг в спортивной школе вопросов никаких не возникло поэтому как бы пауэрлифтинг он находится в списке министерства спорта есть куратор пауэрлифтинга в министерстве спорта Поэтому сказать, что это не базовый, не опорный вид спорта, он находится в опорных видах спорта Я сейчас начинаю разговаривать со многими спортивными школами Я предлагаю организовывать это все направление Но дело в том, что сейчас очень большая проблема встала Я вчера буквально встречался, разговаривал Вопрос встал в тренерском составе Вроде разговоров ходит много А как только коснулись, дайте мне тренера Я нашел его с трудом Которого я сейчас приглашаю к себе вести эти занятия Причем он из другого города, он не с Владивостока Если у кого-то есть тренера, которые хотели бы работать Именно в направлении пауэрлифтинг То вы, пожалуйста, мне сбрасывайте контакты И я с этими людьми буду готов встречаться Для того, чтобы вернуть их И чтобы они начали тренировать Именно в спортивных школах Очень-очень-очень трудно найти тренеров Никто не то чтобы не желает Я не знаю мотивацию этих людей Но, по крайней мере, я с этим столкнулся Ну, это политика Я, допустим, недавно совсем буквально У нас в направлении вставал вопрос По контрактам спортивным Дело в том, что, как мне ответили сейчас Что все вузы ушли от этих контрактов Но это, тем не менее, вы поймите Что если, допустим, вы подготовите Кандидата в мастера спорта Мастера спорта И он у нас будет, ну, как бы В IPF, в федерации Я думаю, что Никто нам не запрещает Встретиться с ректором какого-то вуза О том, чтобы Попробовать решить вопрос Ну, прям, ну, не на контракте Ну, а принять это Я говорю, этот вопрос очень тяжелый Контракты отменены Причем это, как бы, политика вузов Ну, я говорю, что мы, как федерация Ну, я не знаю, как вот этот вопрос ответить Потому что он реально проблемный Контракты давно уже закончились Для студентов Потому что вузы признали это Для них неинтересным Ну, и опять же, все вузы зарабатывают деньги Хотя, казалось бы, там 10-15 спортсменов Если будет по контракту Невеликие убытки Ну, давайте этот вопрос Я думаю, все равно какой-то Этот вопрос когда-то придет К какому-то логическому заключению Потому что сейчас политика президента Политика губернатора края Очень много-много энергии губернатор Тратит на развитие спорта Причем мы сейчас находимся В очень комфортных условиях У нас губернатор, который активно занимается спортом И все вопросы, которые возникают по этому поводу Олег Николаевич решает очень Ну, без особых проблем Но нам единственное нужно опять же Показать и доказать Что мы та федерация Которая имеет Право на существование Что мы реально достигаем каких-то результатов И количество спортсменов федерации До такой степени, что огромное Что мы можем там достойно там разговаривать На любых уровнях Что там? Что-то пишет какой-то детский сад Образование Выслуга тренерская может не быть Обязательно это Чтобы в дипломе звучало спорт То есть Образование должно быть профильное Спортивное Так, личной страницы в инстаграме у меня нет Ну, я так думаю, что Ну, просто я как бы уже Не то чтобы пенсионер Но как бы она у меня будет Я вам слово даю Что я страницу в инстаграме себе сделаю Потому что мне надо будет с вами, конечно же, активно общаться Поэтому, да, это один из способов общения Инстаграм Я вам Будет у меня эта страница Сергей Анатольевич, я говорю, это тоже, опять же, один из просчетов федерации Потому что базовыми видами спорта становятся те, которые имеют численность занимающихся довольно-таки приличную Ну, и давайте, вот как бы я понял ваш вопрос Сергей Анатольевич, я понимаю ваши переживания за этот вид спорта Давайте мы с вами как-нибудь реально все равно мы с вами встретимся Мы конструктивно решим вопрос Просто, видимо, существует какой-то определенный пакет документов Какие-то определенные требования, чтобы мы его могли включить в число базовых Давайте мы с вами этим вопросом займемся Я вам гарантирую, что вот то, что все будет зависеть от меня, я все сделаю Просто я немножко сейчас не готов по этому поводу Давайте мы с вами более предметно переговорим по этому моменту Я завтра выясню вообще вот этот вопрос По вопросу базовости Сергей Анатольевич, я выясню Узнаю, есть ли решение этого вопроса И прямо вам лично позвоню Так, поступаю на помощь с 2008 года, что никогда не замечал, что чиновники как-то особо помогали Давайте опять вопрос политизированный Я не хочу отвечать за всех чиновников Я не чиновник Как таковой Поэтому, как бы Относитесь, если вы скептически к этому Я говорю, я не хочу никаких скандалов Никаких интриг Я буду отвечать только за свои поступки За свои действия То, что я смогу сделать, я смогу сделать Если что-то я не смогу сделать, я вам так конкретно и скажу А нести бремя всех чиновников Я не хочу Чиновник, он на то и чиновник Так, я понял Сергей Анатольевич, я рад с вами Прям просто Я готов с вами любые вопросы решать Поэтому давайте займемся вот с вами, да, вдвоем Я, вот то, что от меня будет зависеть И что от вас Я готов Вопрос очень актуальный Да, я считаю, что Павлитин должен оказаться в числе базовых видов спорта Я думаю, что мы с вами победим эту ситуацию Тем более, мы с вами знакомы не один год Вы меня очень торжественно тогда подготовили Очень хорошо на чемпионат Екатеринбурге Поэтому вам я всегда С уважением очень отношусь к вам Рад с вами работать в федерации Так, ну, задавайте еще вопросы Я жду активно Чтобы сразу сегодня все выговорились Все точки надо поставить И завтрашнего дня С нового листа начать работать Потому что вам скажу, что мы уже Столько заседаний правления провели Не подумайте, что мы здесь просто с чай пьем И штаны просиживаем Мы реально здесь готовим пакеты документов Которые для вас Не для нас Поэтому, если у кого-то есть какой-то скептицизм В этом деле Я попробую доказать это делами Не справлюсь И я вам честно скажу Если прям я совсем не справлюсь с этим Я сидеть здесь не буду Кто меня знает, я человек такой Потому что я поклонюсь, скажу спасибо И гордо уйду Готов встретиться со всеми Для меня все, кто держится за гриф штанги Я ко всем отношусь с уважением Я готов встретиться со всеми Из бассейнка готов встретиться Я вам еще раз говорю Мое желание Давайте прекратим все войны Давайте начнем относиться друг к другу с уважением В первую очередь Какие бы мы ни были Мы спортсмены Спортсмены всегда были вне политики Спорт не был никогда политикой И не должен быть Поэтому я Для развития федерации Я вам говорю Я не хочу ни с кем скандалить За любые Все, что будет на благо федерации Я двумя руками за В оборудовании Так, будет Да, это сегодня буквально мы уже запланировали на заседании правления Ведем мы переговоры о приобретении нового оборудования Часть средств у нас есть Остальные средства Я думаю у нас будут Поэтому первенство Приморского края Мы уже проведем На новых помостах Чемпионат Приморского края Извиняюсь, пока на меня эти два понятия Немножко тяжелые Мы проведем соревнования На новых помостах На новом оборудовании Первое, что наперво мы для себя ставим задачу Это обновление оборудования Чтобы спортсменам было выступаться Комфортно и достойно По оборудованию вопрос у нас Стоит первостепенный В связи с этим нам и необходимы И сайты, и информативность И все остальное Но мы правлением здесь стратегию выработали То есть я вам говорю Что первенство Приморского края Мы проведем на новом оборудовании Задавайте еще вопросы Я в принципе вам почти все такое рассказал Я говорю, что сейчас мы открыты Вот единственное, что еще По моему мнению было бы немаловажно Мало того, что мы хотим иметь Вы сами определитесь Представителей в вашем городе В населенном пункте Которая будет непосредственно Координировать работу с правлением Чтобы там Понятно, что мы ответим И на звонки и спортсменов И тренеров И все Но вы какого-то должны все-таки Определить активного человека Мы еще потом рассмотрим Мы конечно же Некоторые тут иногда Возникал вопрос О том, что в правлении Должны быть еще представители Ну регионов Я не против Но здесь может возникнуть вопрос О вашем присутствии Конечно, существуют там онлайн Какие-то совещания Но вот именно Если проблем По прибытию На заседание правления нет Можете определить Своих кандидатов Которых мы рассмотрим По управлению Так, по разминочной зоне Разминочная зона будет обязательно Поэтому мы Давайте по Так, по разминочной зоне Мы сейчас планируем Приобретение пяти помостов Один помост будет соревновательный Четыре помоста Мы хотим разместить Это будет разминочная зона Единственное, мы сейчас будем Нам надо выехать и посмотреть Как нам это позволит сделать Зал В городе Артеме Как это мы можем разместить Да Мы сейчас соревнования Хотим проводить В таком плане В таком плане, что у нас будет Соревновательный помост И четыре будут у нас разминочных Для этого мы сейчас Также запланировали Возможность приобретения Еще стоек Для жима Трансформеров Приседания В принципе Оборудование Для разминки У нас уже есть Сейчас мы решаем вопрос Только с соревновательным Давайте я пока вам не буду говорить По оборудованию Посмотрим Илейка Я могу вам сейчас сказать Что на сегодняшний день По информации Которая мне поступила Цена за Илейка Взлетела до 770 тысяч То есть Мы рассмотрим Оборудование Которое тоже Разрешено использование ИПФ Будет все зависеть От стоимости Но на сегодняшний день Цена и алейка Уже Поднялась очень высоко Поэтому по оборудованию Будет оборудование Я уверяю Оборудование будет качественно И разрешено Федерацией Российской ИПФ И международными федерациями Для проведения соревнований Так Давайте по взносам За участие Что? Это будут без изменений Ну Согласно Того Что мне было Доведено До направлений Будет все Без изменений По судейскому составу По судейскому составу По судейскому составу Я пока вам на вопрос Ответить не готов Но я так думаю Что изменений Больших не будет Ну я сказал Что мы обсудим Это все Так Ну Задавайте вопросы Но из нашей беседы Я могу уже определиться Что очень интересные Предложения Уже появились Включая предложение Сергея Анатольевича Базового виде спорта Поэтому Уже Можно сказать Что Наш эфир Уже имеет Какие-то Положительные Моменты Сергей Анатольевич У меня к вам просьба Если вам Есть возможность Такая Вы мне Если часть Такие документы Подготовлены Сбросьте мне Пожалуйста На электронку Потому что У меня тут Сейчас Как бы Получаются Такие возможности Что я Пересекаюсь Иногда Здесь С министром Спорта Приморского Края Я бы хотел Сразу Предварительно Посмотреть Хотя бы Что у вас Подготовлено И посмотреть Что я могу Еще к этому Дополнить Если возможность Есть Пожалуйста Можете Мне сбросить На электронку Ну и Соответственно Если Там Вы уже Где-то Что-то Уже Определили Направление Как говорится Задайте Куда мне Пойти И что С этим Делать Потому что Я проконсультируюсь И с вами Свяжусь Часть Вот этих Документов Хотелось Увидеть А зачем Платят Дети За Участие Насколько Мне Известно У нас Дети Юноши Выступают Без Взносов Поэтому Это Вопрос Как бы Вообще Не имеет Оснований По крайней мере Сколько я Ознакомился Было проведено Соревнование Взносы С детей Юношей Не берутся Они Выступают Бесплатно Мы Вообще Я Вообще Говорю Что Юноши В детские Соревнования Их Нужно Вообще Проводить Намного Как можно Больше Чтобы Там Увидеть Талантливых Детей И Я вам Говорю Еще раз Вы свой Календарь Сделайте Мы Под ваш Календарь Какие-то Городские Здесь Просмотрим Краевые Соревнования Здесь Сделаем То есть Мы Все Это Посмотрим По возможности Финансирования Проводите Мы Только За Подготавливайте Календарь Говорю Еще раз Мы Прямо Приедем Когда Вы Будете Проводить Сейчас Вот Допустим Даже У меня Такая Идея Есть Даже Допустим Вот Я До сих Пор У меня Просто Нет У меня Списочного Состава Тренерского IPF Кто На Территориях Мы Допустим Сейчас В формате Сейчас Допустим Я открываю Спортзал Ну Сейчас Опять же Коронавирус Останавливает Всю эту ситуацию Спортзал Где у меня Будет Зал Для Пауэрлифтинга И все Где будет У меня Там Тренер Работать Мы Мы Хотим Я Хочу На Базе Этого Спортивного Зала Приглашать Тренеров Приглашать Спортсменов На Семинары Где мы Также будем Встречаться Тренеры Вот Допустим Ну Могут Делиться Не то Что Раскрывать Секреты Своей Подготовки Но Очень Много Есть Ребят Которые Тренируются Там Я прошу Прощения Окей Гугл Да Им Очень Интересно Я Прям Вот С удовольствием Послушали Вас Сергей Анатольевич Того же Метелкина Послушали Как Надо Тренироваться Как Надо Правильно Тренироваться Чтоб Уйти От Травм Уйти От Проблем Со Здоровья И В то же Время Поднимать Большие Килограммы Поэтому Мы Тоже С Предложением Уходим Какие У вас По этому Поводу Есть Мнения Но База Для Проведения Семинаров У меня Есть Поэтому Как Бы Желающие Прошу Сообщайте Мы В принципе Эти семинары Тоже Запланируем Это Будет Не Календарь А И Будем Вас Приглашать Потому Что Я Говорю Просто Ну Как Бы Грамотность В Тренировках Во всем Потому Что Очень Много Встречаю Спортсменов Которые Очень Жалостью Говорят Вот Я Занимался Там Штанга Я Занимался Пауэрлифтингом Но Мы же Все Понимаем Что Первая Причина Получения Травмы Спортсменом Это Где-то Какая-то Просчеты Тренера Поэтому Вот По поводу Вот Прямо Семинаров Мое Прямо Железное Мнение Тем более Я могу Предоставить Базу Где-то Семинар Можно Проводить С показательным Выступлением Еще Там В любой Форме Поэтому Вот Проведение Семинаров Это Как бы Моя Идея Которую Тем более Что Мы будем Проводить Семинары Мы будем Чаще Встречаться Общаться Делиться Проблемами И способами Их решения Уважаемые Друзья Если Как бы Вопросов Уже Ну Нет Этот Прямой Эфир Он Пробный Просто Он был Проведен Для того Чтобы Я хочу Чтобы Вы Увидели Меня Услышали Мое Мнение Мое Желание Которое Буду Как Я Вижу Развитие Дальнейшей Федерации Прямые Эфиры Мы Сделаем Очень Частыми Но Об этом Мы будем Вам Чтобы У вас Уже Были Какие-то Заготовленные Вопросы Все В принципе Даже К тому Моменту Проведения Семинара Вы Можете Даже Спросить За то Что Вы Попросили И Каково Решение Чтобы Все Знали Решили Мы Этот Вопрос Или Нет Потому Что Рейтинг Правления Тоже Должен Подниматься Семинары По Поводу Расстояния По Семинарам Мы Наверное Давайте Я сейчас Не готов Но Мы Рассмотрим Я очень Хочу Развивать Регионы Владивосток Уже Перепахан На 100 Рядов В регионах Процесс Идет Я сам Житель Поселка Кавалерово Где Сейчас Настоящее Время Пустой Спортивный Зал Пустой Зал Штанги Это Очень Печально Потому Что Кавалерово Славилось Своими Спорционами Это Сергей Дружков Это Юрий Шансен Это Был Такой Тяжелоатлет Курлов Я Могу Много Перечислять Когда Успехи Тяжелой Атлетики И Пауэрлифтинга Были Колоссальные Смотреть На Пустой Спортзал Очень Печально Поэтому Прям Я Хочу Все Внимание Положить В регионы Я Говорю Еще раз Если У вас Существует Проблема С Каким Там В этом Поведением Тренировок В залах Муниципальных Особенно Пауэрлифтинга Я Вам Все Объясню Как Это Все Делается Как Делается Это Направление Еще раз Объясняю Сейчас Мнение Не мнение Просто Решение Губернатора Приморского Края Что Муниципальные Спортивные Залы Должны Быть Бесплатными Для Тренировок Минимум До 18 лет Если Где-то У вас В регионах Есть Такие Нарушения Я Потому что Еще раз Говорю Что Губернатор Требует Чтобы Муниципальные Спортивные Залы Были Бесплатными Если В спортивных Школах Там Где можно Развивать Пауэрлифтинг Есть Зал Штанги То есть Он В первую очередь Должен быть Профильным Если Там Нет Тяжелой Атлетики То Должен Быть Пауэрлифтинг С вас Это Подготовьте Ищите Тренировку Я Говорю Что Я У себя Открыл И Для Вас Это Будет Не Проблема Поэтому Как бы Я Все Что Хотел Сказал Это Прямой Эфир Спасибо За Внимание Если Есть Еще Вопросы Я Вам Сказал Назвал Свою Электронную Почту Все Кто Мне Напишет Я Всем Обязательно Отвечу Если Будет Решение Примем Решение Если Нужна Будет Помощь Рассмотрим И В том Объеме В котором Мы Ее Можем Мы Ее Окажем Сейчас Вам Большое Спасибо Всем Кто Принял Участие Огромное Спасибо Что Кто Что Уделили Мне Время Спасибо Спасибо